что там увидели что увидели вот видишь не понимаем мы приколов реколов молодежь современных да вот я вижу и не врубаясь ну как дебил а им смешно когда фишка современная как не крути как и мы помнишь духовный были конечно настоящий сектант духовный это на самом деле это рост офигенный рост потому что когда ты переходишь из материального переходишь в духовное ты не сможешь перескочить и кранков же подготовить да ты должен посетить 10 сек ты должен со всеми потанцевать с кришнаитами покрутился помолиться это обязательно и так и всяко принять детей роды в воду еще как-то да ты должен все это перепробовать и только потом только потом когда духовность у тебя заканчивается истекает она игры 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 какую-то значимость то что ты какой-то особенность божественная что ты какой-то божественная божественная да мы избранные были избранные они заканчиваются но это очень важный период важный период когда ты начинаешь верить в нечто большее да не только в то что ты можешь пощупать попробовать то что есть это самый бог то что где то где то в другом месте возможно на небе а потом ты понимаешь на самом деле что там его нет ну да потому что он прям здесь прям с тобой все время даже вот здесь вот в этом гнезде он тоже здесь смотрит этот сериал сериал вашей жизни и только тогда после вот этого духовного пути открывается новый горизон и жизнь на самом деле божественно как вы божественно а а а а а а а так получилось что наша мама в 90-е открылись открылось все это учение эзотерика это знания и мама нас быстро выбрала а мы были совсем подростками прям чуть-чуть до подросткового и подросткового возраста да вижу и мы начали уже эти знания какие-то вот себя да как губки эзотерические знания поэтому дети очень важно они как губочки впитывают даже если вы думаете что они не слышат они все видят все слышат на корочку записывается и вот нам сейчас по 40 лет а мы не прекращаем этот случай то есть тогда нам было бы 12 11-13 да это 92-й год по 40 лет за на в божественное глистом общение друг с другом с вами блин это здорово это фыгра вообще не сомневайтесь если вы чувствуете боже как вы уже сомневаетесь если вы сомневаетесь двигаетесь дождь и двигаетесь без Без остановок, без остановок, полностью все вкушаем. Рожайте детей, создавайте семьи, не бойтесь вообще не бойтесь, что это может уйти, разрушиться, трансформировать, совершить. А что это работает? Это работа, это надо было детей. Но потихоньку и начинайте отвечать себе на вопрос, что это, где это я. Проблем не существует. Это факт. Это факт. Вот вы знаете, кстати, мы идем вот обратно, у меня обратно. Вот я там, например, у меня есть все, согласись. У меня есть любимое занятие, у меня есть там, я прошла через день, через рождение, благостную работу рождения, благостных детей, у меня есть работа, есть популярность своего рода, у меня есть деньги, я могу себе позволить абсолютно все, поехать на остров пожить. У Жени немножко подруга. А я, меня как называют, батюшка блаженный и сумасшедший. инвалид, нищеброд, но у меня есть вся вселенная. И мы идем, и мы вот сейчас. Я вам спрашиваю, а он сейчас еще лечит. Мы сами выберем свою жизнь, как мы хотим жить. Он так, я так. Нет никакого. Здесь сказано, что только что он устраивает вас, вас какие-то или нет. Ты должен кайфовать в любом проявлении. Да. Есть у тебя материальные возможности, нет. ты можешь быть счастлив абсолютно в трусах и без всего. Вот я выложу из себя на страничке наших бедных братов и дам ссылочку на его практику жизни. Вы можете посмотреть на его завнешний канал, где он еще до инсульта, до момента вот этого такого полного пробуждения, где он еще в поиске ищущей. Смотрите, очень интересно, как это все развивает. Это жизнь, да? Да. Вначале снимаешь все, все материальное, духовные какие-то подвиги, поиски. А потом, когда тебя накрывает и ты понимаешь, что ты не можешь больше снимать материальный мир, ты можешь снимать только небо, бесконечную, божественную вселенную, которая является Богом тобой и всем. Ты можешь снимать только как и проявлением. Абсолютно. Так вот. Ну и что, божественное. А с телефоном зачем? Поехали. Вот это сочные фильмы, там младшинка. И мой сыр. вот люди заряжаются это прорубь это скорее всего здесь ныряли это кстати люди материально ищущие духовного развития люди понимают ну то есть для чего люди закаляются первую очередь они начинают закаляться для материального тела это поиск духовный это переход это уже духовное развитие можем но ты можешь ускориться с микрофоном